100 миллионов рублей из краевого бюджета уже ушло на восстановление построек будущего туберкулезного диспансера в Новоалтайске. Фундамент долгостроя заложили в 2011-м, но подрядчик разорился, а новых средств в бюджете не нашлось. Здания стояли и рассыпались 7 лет, но в конце 2018-го работу возобновили. Новому подрядчику, по сути, пришлось делать двойную работу – заново переделывать все корпуса. Корпус стационарный на 250 койко-мест, диагностический, восстановительный, лечебный корпус, вспомогательные здания сооружения. Вот здесь мы находимся в здании пищеблока, которое практически полностью заново здесь пришлось перебирать кирпичную кладку, отделку, переделывать перегородки. Значит, сейчас объект, вот этот конкретно объект в стадии завершения, вспомогательные объекты тоже все в стадии завершения. Переделаны несущие стены, кладка, собрали заново прачечную, морг, обеззараживающий корпус. Почти во всех помещениях уже есть отопление. Подрядчик использовал современные технологии. Например, раньше в медучреждениях не делали подвесные потолки, а теперь они есть. Самым сложным и долгим процессом была разработка нового проекта стройки с учетом актуальных санитарных требований. На это ушел практически год. Полностью поменялась вентиляция, противопожарная вентиляция, приточная вентиляция, охранно-пожарная сигнализация поменялась. По сегодняшним действующим нормативам двери поменялись, где-то противопожарные, где-то санитарные двери. Сейчас в блоках продолжается монтаж перегородок, лестниц, кровли, утепляется цоколь. Дальше, как нам пояснили, последует этап отделки и покупки нового оборудования. На все это из бюджета выделено 980 миллионов рублей. По словам замминистра строительства и ЖКХ Края, этих денег точно должно хватить. Ввод диспансера в эксплуатацию намечен на конец 2021 года. И на этот раз, уверен подрядчик, сроки окончательные. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.